Наш завод по производству фармацевтических препаратов в Самаре работает на рынке лекарственных средств более 10 лет. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP. На общем собрании по развитию производства ведущий инженер производства предложил обновить некоторое аналитическое и лабораторное оборудование. Используя аналитическое оборудование, следят за показаниями уровня влажности, времени плавления, прозрачности, растворения, параметры твердости, толщины, тягучести. Лабораторное оборудование осуществляет процесс подготовки проб для проведения исследований. Инженер лаборатории уточнил, что в прошлом месяце у них произошла поломка аппарата для сушки флаконов с раствором. Сушилку необходимо было по сути приобрети в ближайшее время, так как анализ качества исходного сырья по технологии производства осуществляют с каждой партии поставки материала. Мне, как главному технологу предприятия, поручили найти и закупить сушилку в течение месяца, так как планировалась поставка нового сырья. Инженер лаборатории уточнил, что нужна вакуумная сублимационная сушилка. Сублимационная сушка используется для выпуска обезвоживания и сушки пищевых, фармацевтических и биологических продуктов. Влага в вакууме конденсируется и замораживается. Вакуумная сушка позволяет производить регидрацию и восстановление продукта добавлением воды. Главный инженер нашего завода порекомендовал сначала обратиться к производителям оборудования. Они предоставляют гарантийное обслуживание, чертежи, инструкции по эксплуатации, осуществляю монтаж и установку производимой техники. Я последовал его совету. Выбрал в интернете одну компанию в Италии по производству фармацевтического оборудования, зашел к ним на сайт и написал письмо, в котором указал оборудование, которое я хотел приобрести и попросил поободрать мне конкретную машину. Через неделю я получил ответ, что аппаратов для сушки они уже не производят, однако могут разработать и произвести ее, по желанию заказчика, к концу следующего года. Для нас, иначе говоря, это слишком долго, и я решил поискать сушилку у других производителей фармацевтического оборудования. Нашел в интернете компанию из Китая, которая производит вакуумные сушилки для сушки раствора. Позвонил им и уточнил, смогут ли они поставить подобное оборудование через два месяца. Они ответили, что у них есть подобная машина. Менеджер спросила у меня номер телефона и сказала, что перезвонит вечером, когда уточнит у инженера своего предприятия о возможностях автоматического оборудования. Однако вечером она не позвонила. Я связался с ними на следующий день. Менеджер сказала, что передала запрос в конструкторский отдел, и когда будет ответ, она свяжется со мной. Это мне показалось странным. Когда ждать ответа? Сколько ждать ответа? Совершенно не деловой подход к клиенту. Я отказался от самостоятельного поиска вакуумной сублимационной сушки. И тут я вспомнил, что на форуме производителей оборудований для фармацевтической отрасли в Москве я познакомился со специалистом, который в принципе занимался подбором и поставкой оборудования для производства лекарственных препаратов. Я нашел его визитку, и перед тем, как связаться с ним решил проверить, реально ли он занимается поставкой автоматов для фармацевтической отрасли. Для этого я нашел сайт его компанией, внимательно изучил информацию на нем. Мне понравилось, что сайт был современным, представлены видеоролики работы оборудования, много контактов для связи. Еще я заметил, что сайт существует с 2003 года. Компания уже долго работает на рынке поставки фармацевтического оборудования, и это дает основания утверждать, что успешно. Я позвонил менеджеру. Он сказал, что вспомнил меня и был рад услышать снова. Я рассказал, что ищу современную сублимационную сушилку для сушки растворов. Он предложил вариант сушилки, который, в принципе, пользуется популярностью у клиентов и проверен на производстве. Я согласился рассмотреть его. Менеджер прислал на электронную почту мне паспорт, инструкцию по эксплуатации оборудования, видеодемонстрирующую машину. Вакуумная лиофильная сублимационная сушка была, по сути, сделана из нержавеющей стали. Дверцы сушильного шкафа и охлаждаемой камеры выполнены из прозрачного полиметилметокрилата для наблюдения за процессом. В аппарате есть возможность сушить флаконы на полках, количество которых, в принципе, можно регулировать от 1 до 6. Предложенный вариант сушильного шкафа, и я согласовал его с руководством. Через неделю мы заключили договор по поставку аппарата, и через две недели после заключения договора менеджер позвонил мне и рассказал, что оборудование готово и через неделю осуществит его доставку. Когда машина пришла на предприятие, мы смогли оценить ее качество. Процесс работы данного оборудования заключается в помещении в камеру сублимационной сушки флаконов с жидким материалом с последующим получением высушенного порошка. Возможно, я не получил бы такого отличного результата в такие короткие сроки, в общем, если бы прошел путь по подбору оборудования самостоятельно. Опыт показал, что решение обратиться за помощью к профессионалу в выборе сублимационной сушилки было по сути правильно. Я планирую в дальнейшем пользоваться услугами специалиста этой фирмы в покупке фармацевтического оборудования. Люди думают, что профессионалам в своем деле все дается легко, однако я точно уверен, что такие специалисты работают, чтобы, главным образом, нам так и дальше казалось.